Друзья, привет! Вы на канале Anka Sun in USA, меня зовут Аня, и мы сегодня с моим братом идем в кино. Мы иногда практикуем такие походы в кино, и мы обычно гоняемся за старыми фильмами, за фильмами, которым 20, 30, 40 лет, которые мы смотрели в детстве, которые мы смотрели в 90-х, и нам интересно увидеть их в кинотеатре. И сегодня мы идем на пятый элемент. Я, конечно, уверена, что большинство зрителей нашего похода в кинотеатры абсолютно неинтересны, но если вам интересна наша жизнь, то хотелось бы сказать, что мы вчера, к примеру, смотрели фильм «Киндзадзо». Кто знает этот фильм, обязательно напишите в комментариях. Обалденный фильм «Киндзадзо». Я, на самом деле, его смотрела только второй, наверное, раз в жизни, когда осознанно и понимающие, что происходит в этом фильме. И вот сегодня мы идем на фильм «Пятый элемент» с Брюсом Виллисом и Милой Йорич. Ну, так как, опять же, напомню, что вам вряд ли интересна тема похода в кинотеатры, то мы сегодня затронем немножко другую тему, и эта тема будет касаться наших работ, моей работы и работы моего брата. Напомню, друзья, что я работаю графическим дизайнером, я работаю в офисе, на довольно-таки крупную компанию. И мне в комментариях писали, что я живу за счет налогоплательщиков американских, за, там, я не знаю, чей это счет, извините, ребята. Я плачу 25% налогов ежегодно, ежемесячно. Блин, с каждой смесь зарплаты снимаю 25%. Так что я такой же налогоплательщик, как и многие из вас. И у нас на работе возникли некоторые изменения. К примеру, нам сократили обеденный перерыв. У нас теперь обеденный перерыв не один час, а 30 минут. 30 минут обеденного перерыва, это, знаете, хватает этого времени, сухого сходиться в магазин, поставить в очереди на лифт, прийти в офис, и все. И обеденный перерыв твой закончился. Вот так вот у нас это все происходит. Люди, конечно, жалуются, но ничего изменить не могут. Вот поэтому я кушаю за своим рабочим местом. Но, по крайней мере, хотя бы на эти 30 минут стараюсь выйти из офиса. Естественно, что там пока куда-то дойдешь, куда-то выйдешь. Я сейчас даже к набережной, к океану не могу выйти за время обеденного перерыва. А у Леха свои приколы на работе. Добавлю, что Олег работает на доставке. И ему надо каждый день свой график строить. И у него в последнее время были проблемы, как этот график сложился, построить. Долго ко всему еще он и заболел. У него разболелся зуб. И это привело к тому, что у него поднялась температура. И брат практически целую неделю не работал на доставке. Так, успеем перейти, не успеем. Вот убежу в кино. Олежек, скажи всем привет. Здрасте. Ты расскажи, что у тебя там с зубом. Он там что-то рассказывает. Он болит и болит. Я понимаю, что-то уже сложилось. И так он болит уже неделю. Ну, у тебя это вызвало температуру. Ты вообще... Ты пытался... У меня болит, голова у меня болит. Ты пытался выходить на работу? Ты в пятницу работал. В понедельник работал. В пятницу работал. Пытался уже думать, надо же выходить. Надо что-то зарабатывать. Но голова настолько болит. У меня уже за зубы болит голова. Сложно работать. Сложно, так сказать, управлять велосипедом, когда теряется резкость. Ну, как? Внимание. Внимание, короче, да. Внимание рассеивается, голова болит. Ты не можешь сосредоточиться. У тебя все болит, ты сосредоточиваешься. Да, ты сосредоточиваешься на головной боли, а не на дороге. Поэтому сложно управлять транспортным средством, когда надо все равно болить. Ну, а в стоматологию ты это хоть записался? У тебя же страховка. И страховка у тебя, насколько я помню, бесплатная, да? Тебе, по-моему, поменяли план страховой. Ну, да, у меня медикейт. Если кто-то кому-то это об этом говорит, то у меня медикейт. Но в стоматологию туда входят? Ты можешь обратиться в стоматологию, чтобы тебе бесплатно полегчили? Да, он входит, но, опять же, там же стоматология всего ограничена, и никуда не понятно. То есть что-то входит, какие-то лимиты. Я не знаю, что можно, что нельзя. Там написано, что можно обращаться, но то есть здесь ограничения на какие-то суммы и подобное. Ну, ты записался в стоматологию? Ну, не делать, если неделю уже болеть, просто записался в стоматологию, потому что надо что-то решать. Да. В общем, ребята, Олег сходится в стоматологию, мы об этом дополнительно еще расскажем. Ну, ты как записался, но если так, я записывался в среду, то меня записали аж на следующей неделе пятницу. Ого. Люди понимают, где сидим, ничего ждать. Подожди, и ты, к примеру, позвонил им или что, и ты сказал им, что у тебя что, острая боль? Нет, я говорю, просто у меня болит зуб. Нет, они спросили, по какому поводу? Я говорю, болит зуб. Они говорят, ну да, окей, тогда вам чистка зубов и консультация. Подожди, так зуб болит какая чистка? Ну так, это зубы собака. Ты же лечить, скорее всего, надо. Это зубы собака, в том, что это медико сегодня работает. А, ну пошли, наверное. Чистка зубов для них это является лечением. То есть чистка зубов это и есть лечение. Не, ну на самом деле да, я когда тоже первый раз здесь обращалась в томатологию, то у меня было то же самое. Я пришла, просто доктор сделал снимок, посмотрел и записал меня просто на чистку. И все. Ну, конечно, он нашел дырку, запломбировал, но у меня зубная боль была не из-за этой дырки. О, белка. У меня дырка точная. Я знаю, болит у меня из-за этой дырки именно. Ну, там такая дырка, там, считай, ползуба нет. О, господи, это плохо. Поэтому я не знаю, что они будут делать. Я не думаю, что они будут просто возьмут и запланируют. Они, мне кажется, будут хотеть удалять его. Да, и напомню, что здесь в Америке есть очень большая такая практика, что во многих стоматологиях вместо того, чтобы лечить зуб, им проще его удалить. Типа, потому что по страховке, вот такую, как Олег, к примеру, оплачивал, по страховке удаление зуба будет для клиента абсолютно бесплатно. А вот лечение, да, а лечение может, извините, выйти в копеечку. Там большие зубы могут получиться в итоге. Вот, так что ты записался в стоматологию. Будем смотреть. Через неделю, через неделю узнаешь. Но если бы дожить до этой недели, то мне надо же как-то продолжать жить. Это да. Ладно, Олежик, а еще расскажи по поводу графика твоей работы. Ты же, получается, не работал, вот сколько у тебя зуб болел. И как у тебя получается составить график? Нет, ну, график так. У меня же бот там я написал, который это делает автоматом. Ну, оно как бы получалось, но был пробел. То есть на следующей неделе во вторник я не работаю, потому что они там что-то меняли у себя, опять же, в программе. Ничего у меня не работало. Я думаю, никто не смог на вторник заористрироваться. Поэтому, я думаю, не только у меня такая проблема. Ну, на следующие дни я все работаю, кроме, опять же, пятницы, у меня получилось только первую половину дня, а первую половину дня я иду к стоматологу. Поэтому, опять же, наверное, пятницу не получится у меня работать. Блин. Я не знаю, у меня есть убер еще. Я думаю, может быть, хотя бы, порой сейчас в одну уберу поработаю. Но это если будет позволять состояние здоровья? Ну да, я еще не знаю, что стоматологи будут со мной делать. Да уж. Ну, то есть, получается так, что Олег работает на доставке сам, как бы, на себя за минимальную зарплату в Нью-Йорке. И... Но денег не хватает. То есть, я всегда все равно в минус выхожу. Я думаю, вот, наконец, начну выходить плюсик. А тут, ба-бах, вот, трогается здоровьем, уже минус. Это же даже еще не финансовые траты. Я же еще не знаю, что будет с финансовыми тратами из-за этой болезни. Да, и нужно учитывать, что компания ему в этом плане не дает ни больницу, ни больничные, ни отпуск, ничего. То есть, если я в своей компании могу позволить себе 5 дней отпуска и 7 дней больничных, и за это что-то, как бы, там, отлеживаться, отдыхать, то у Олега этого всего нет. Ну да. И получает он при этом в час намного меньше, чем я получаю. Так, вот, работа кипит. Люди машинки моют. А ну напомню, сколько ты зарабатываешь в час? 20 долларов где-то есть, я думаю. Ага. И вот так вот, потом взял еще заказ, опять поехал отдыхая. Ну, то есть, люди думают, что на доставке люди берут, отвозят, и потом, ну как бы, у них еще куча свободного времени, хотят, может, даже там пивко попить, хотят там бургеры поесть, я не знаю. То есть, как будто у них куча свободного времени. На самом деле нет. Я когда выхожу на доставку, у меня, я работаю по 6-7 часов в день. И вот как я начинаю, я с велосипеда встаю только, чтобы забрать заказ, и отнеси клиенту. И вот все, я все время на велосипеде, я все время в движении. Вот все, все вот это время, я все время в движении, все время надо рулить, все время надо бежать, торопиться, потому что опасаешь клиента, опасаешь за заказом. 6-7 часов, это все движение. То есть, у меня нет времени, чтобы взять, и там где-то даже сниться. Я даже не останавливаюсь. Ребята, я не останавливаюсь, у меня нет времени, я останусь где-то в парке, просто подышать вылезами. Если я только снидусь, то я думаю, я ничего не зарабатываю. Не зарабатываю в это время. Вот именно в то время, когда, если бы ты работал в офисе, все было бы по-другому. Мне в туалет некогда сходить. Вот когда люди могут подумать. О, да, кстати, это хорошая тема. Блин, туалет. Думают, как, мне некогда в туалет сходить. У меня когда-то мне хочется в туалет, я понимаю, что все, это беда, потому что мне приходится ставить работу на паузу и искать туалет. А это полчаса трат времени. Полчаса. Вот, то есть на такой работе у тебя даже нет возможности сходить в туалет, абсолютно нет свободных минуток, нет времени на обед, либо ты теряешь деньги. И уже, вообще, мы тогда молчим по поводу больничных или отпускных. Да, но при этом ты всего лишь зарабатываешь 20 долларов в час. И при этом с этих денег еще налоги снимают. Это, в принципе, наверное, лучший случай, с учетом чаевых, с учетом всего-всего. Да, еще потом еще налоги. Нет, да, все равно я скажу, это лучше, чем на Амазоне работать. На Амазоне такая же зарплата, но только работать по ночам, блин. И очень сложная физическая нагрузка. И у тебя, ты говорила, и спина болела, и руки болели, то есть ты физически еще, у тебя все болело. Здесь физически я не встаю, как бы, ну, то есть здесь более моральный уступ, потому что по дорогам Нью-Йорка ездить в течение 8 часов, ну, оно же, люди понимают, что 6-7 часов я говорю о работе, но мне еще надо доехать до моей зоны работы и вернуться с моей зоны работы. Как итог я в день накатываю 100 километров, как минимум всегда, ну, это полный хороший рабочий день, это 100 километров. И это в течение 8 часов где-то. А наш сосед ездит на метро, на велосипеде, доезжает до точки. Не знаю, почему, ну, мне наоборот, конечно, утром, ну, не утром, а когда я начинаю работать, я с обеда, после обеда у вас начинаю, я лучше все-таки на велосипеде проехаться, как раз, спыгнуться с трафиком, ну, немножко там адаптивно, и только тогда уже принимать заказы, а не на метро ехать. То есть я вот так вот. Ну, я думаю, так правильнее, чем просто на метро тащить этот велосипед, по этим всем лестницам, еще, извините, людей напрягать, которые не любят, когда рядом с ними садятся вместе с велосипедом. Вернемся к моей работе. У нас есть еще одни новости. Нас недавно обрадовали, что мы будем работать по субботам, то есть нам сделать шестидневку. Вот так. Еще пока нету деталей, это будет добровольно или как, будут ли за это доплачивать, или это будет стандартная зарплата, как ты в обычный будний день получаешь. Вот так что нам сказали, что у нас будет шестидневка, и это немножко меня удручает, если часто. И у нас появился новый коллега. Взяли нового графического дизайнера, и этот графический дизайнер, так что у нас вот в этом лужа, непонятно что, немножко обойду, Олег пошел впереди, и я обойду. Вот, у нас взяли графического дизайнера. Человек-американец, ему где-то, наверное, 40 лет. Что это? Пошли новый водный, водный мотоцикл, я всегда мечтал о воде мотоциклах. Блин, я тут про графического дизайнера нашего нового рассказываю. Вот тут какие интересные места, посидеть с видом на залив и на яхте. Вот, так что у нас новый графический дизайнер, у него корни кенийские, у него отец кенийец, мама норвежская, наднорвежка, вот сам он черненький, веселенький мальчик. Вот, не знаю, он у нас работает буквально две недели, но попытаемся сработаться, что уж поделать, зато с ним не скучно, и я немножко с ним потягиваю свой английский язык. Потому что до этого у меня было такое, что в компании мы перестали говорить на английском языке, и очень часто говорят, даже больше, знаете, на украинском языке. Вот, поэтому с появлением этого человека, я думаю, мы начнем, возобновим наши английские конверсейшены, вот, и будем говорить на английском. Вот такие вот у меня последние новости с моей работы. Блин, думали обычный магазинчик, зашли тут в какую-то забегаловку местную. Олег, тут макаронки есть какие-то, смотри, готовая еда тут. Как оно такое, все, суши даже есть. Слушай, вот, смотри, горячее блюдо, о, маканчиз, картошечка жареная, мяско жареное, рыбка жареная, брокколи, напитки. Смотрите, сколько тут пива есть, нашего любимого. Мяско, моторбродики, тут и ребрышки, ничего себе. Блин, какая-то реально просто забегаловка местная. Думаю, тут и бутербродики можно купить, и какие-то снеки, фрукты. Да, вот смотри, даже салаты есть. Салатик. Вот, смотри, даже, как они его называют, как хочется узнать. Макаронни салат. Да, это макаронни салат. Вот это салат. А то я думала, что... Вверху. А, меню с ценами. Ничего себе, тут и амулеты есть, и breakfast-сэндвичи. Вау. Это круто. Сейчас я вам снаружи покажу, как выглядит этот магазинчик. Как забегал. Это недалеко от кинотеатра. Тут есть Dunkin' Donuts напротив. У них тут даже доставка есть. Вот такое вот непримечательное абсолютно заведение. Так, нам переходить дорогу. Да, и, кстати, у нас таких точек здесь, в Нью-Йорке, довольно-таки много, да? Когда заходишь в какой-то гроссере, а там, кроме гроссерей, еще есть сэндвичи, всякая еда готовая. Вот такой вот магазинчик на перекрестке. А вот Dunkin' Donuts, где можно донатсы покушать, купить. И, блин, даже очереди нету, никого там нету. Да, мы тут собираем уже заходили, да? Да, да. А мы уже почти дошли до кинотеатра. Так вот, мы с Олегом идем сегодня на пятый элемент с Брюсом Виллисом. Ну, блин, классика, да, Олег, фильмов о космосе, о будущем. Ему 25 лет этому фильму. Вот, и мы никогда его не видели в кинотеатре. Да, только на VHS, с VHS начинали. А потом, да, уже на Капути. Да, мне кажется, мы вообще первый раз, наверное, по телевизору его увидели, а потом на VHS, нет? Не знаю, мне казалось, на VHS мы где-то или взяли на прокат, или у кого-то. Ну, может быть. Мы просто любители фирмов с Брюсом Виллисом, это как раз 90-е были. Да, у нас как раз вот так появился. Да, и крепкий орешек из этой серии, как раз пятый элемент. И видеомагнитофон у нас появился. Вот так что, да. А сегодня мы первый раз увидим этот фильм в кинотеатре на большом экране. Вот он, наш кинотеатр, без надписей, без ничего. Тут сразу парковка. Такое вообще, знаете, здание. А, вот такие фото, кстати. Да, вот. Такая такая удача. Вот мы заходим в кинотеатр. Тут уже вовсю какие-то зимние, смотри. Red One. Отключение рекламирует. Вот здесь можно купить билетики. Можно было, кстати, в автомате купить билет, а можно здесь кассы есть. И вот рекламка. Так, и напомню, что здесь вот еще есть отдельно кассы со всякими снеками, напитками, попкорнами и так далее. А мы проходим дальше. И нам нужен балет. Мороженое снекерс, конечно. Мороженое снекерс? Может, когда-нибудь в следующий раз. Может, сегодня взять? Ну, я сытый тресик. На. Вот мороженое снекерс тут есть. Блин, тут еще какие-то интересные есть чашки с какими-то шлемами. И можно купить пиво. Ну, смотрите, какой нам дали маленький попкорн, а ляг как тебе. Маленький, на, держи. Маленький попкорн. И тут есть какие-то топинги. Интересно, что они там такое наливают? Это что? Russian cold. А что здесь? Не хочешь попробовать? Попробуем, да, я же. На, ну, да. Что это, интересно, затопок? И салфетку можно взять. И тут еще всякие соусы можно набрать, трубочки, палочки. Да, мне кажется, надо будет эти салфетки взять с собой. Можно, ну, вот они, что. А, что-то жирненькое. Возьми несколько салфеток, раз такое дело. Тут масло я только что распробовал. Мне кажется, это обычный баттер, сливочное масло, просто растопленное. А, ну, что? Оно хоть вкусно или так? Ну, такое. Или чисто руки вымазать? Ну, руки вымазать и жирности добавить. И жирности давать, понятно. Я не могу, я как помню. Понятно. То есть, ни о чем. Ну, да. Ладненько, так, вот он наш зал. Мы уже подошли. Тут вот, видите, таблички такие. Пятый элемент происходит здесь. И у нас вот уже рекламка играет. Кинотеатр пустой. Мы пришли заранее. Хотя, что-то я думаю, что будет мало людей. Сейчас в кинотеатрах Ригао показывают классику мультфильмов от студии Гибли. Это аниме японские. Блин, я так хотела пойти на что-нибудь такое. В общем, попкорн у нас стоит на полу, потому что с него течет. Это реально масло, которое... Ну, ни о чем, ребята. Не берите. Это глупость. Страшная. Мне кажется, что добавляют просто сливочное масло в попкорн, ну, как топинг. Ага. Ну, это какая-то глупость. В общем, первый и последний раз мы такое себе использовали. Вот, и сейчас мычимся, попкорн у нас на полу стоит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, Олег, как тебе в кинотеатре посмотреть этот фильм? Это было круто. Это было круто, да. Это очень море удовольствие. И я получила удовольствие. На самом деле, это один из моих любимых фильмов с Брюсом Виллисом. А тебе никогда Брюс Виллис не напоминал нашего отца? Мне кажется, мне нравится этот персонаж, этот актер. А как раз, да, потому что он такой светленький, голубоглазый, очень похож на нашего отца. Поэтому всегда я все фильмы с Брюсом Виллисом очень любила. И нам, получается, осталось в кинотеатре посмотреть только Армагеддон с Брюсом Виллисом. Так, в туалет идешь? Я иду. Так, Олег, у нас вот решил немножко поиграть в местные игры. Ну, в 5, ладно. Проходная доллара. Вся доллара. А, я стартуру. Все, перед картом добавил. Зип-код. Это, как называется, гейм-карт в регал. И хочет игрушку попробовать выиграть. Какой прикол? Мне просто интересно попробовать. Так, что у нас? Ну, покажи, что у тебя. Далее карту. Далее карту. Далее карту. И мы сейчас попробуем. Один доллар? Давай. Слайп. Все. Слайп. Давай. Я хочу серенькую. Я хочу татар. Все серенькие, видишь? Вот этот, который крайний. Пойдет? Да. Понятно. Давай луточку попробуем вообще. Мне кажется, у утки будет проще. А тут вообще, куда попадешь, туда поблешь. Да. Без разницы. Тут вообще не видно. Тут вообще просто нажимаешь. Какую возьму, такую и возьму. О, найс! Это вообще... Ты должен понимать, это тебе стоит доллар. Это у утки, которая и 50 центов не стоит. На, пофиг. Все равно как возьмут, так возьмут. А, она не возьмут. Ха, взял. Конечно. Это как-то и фишка, они отпускают. Это попадалово. Они специально так и сделают. Давай еще раз попреком. Ну да. Может, еще надо когда-то там что-то еще нажать. А тут в процессе, когда оно там это вот... И вот, чтобы закрепило. О, в общем, останемся мы только с уточкой. Мы тут с Олегом проходим мимо места, где стоят мусоровозы. И в одном из мусоровозов мы увидели кошечку. Черно-белую кошечку или котика. Явно молоденькое что-то. И оно прям в мусоровоз. Вот в эти вот все баки. Полезно. Все енот. Где енота? Вверху. Вверху видишь? Поверху. Вот сейчас прыгнет, смотри. Поверху поет в проводу. Провод он тебе. А, нет. Ребята, вон там енот. Вот он полосатый хвост. Это енот, ребята. Енот. Здоровенный. Кис-кис-кис. Ничего себе. Енотик. Вот вам живность Нью-Йорка. Вы тут говорите. Зелени нету, дикой природы нету. Тут дикая природа вот ходит. Вы видите, по проводам электростанции какой-то. Енот спускается по сетям. Вот смотрите, как он там идет. Ха-ха-ха. Класс. Боже, ребята, вы мне тут рассказываете. Вот вам дикая природа Нью-Йорка. Электростанция впереди. По сеткам. А, или воду очистят. А, воду очищают. Точно, точно, да. Сори. Воду очищают. И вот там вот, пожалуйста, ходят еноты. У меня после просмотра этого фильма возник только один вопрос. Почему в Нью-Йорке не сдают квартиры, похожие на квартиру Корбана? Ну да. Вот эти вот маленькие, отдельные квартиры, да. По сути, как отельный номер. 10 квадратных метров, да. Да, но в этом номере есть все. Есть кровать, есть холодильник, есть плита. Ты можешь приготовить кофе, есть душевая. Но это все твое. И ты даже кошечку можешь завести. И ты же знаешь ответ, почему. Запретили. Законодательно запрещено. Но сдавать, даже жить там, не то, что сдавать, но чтобы люди жили, меньше там, чем сколько-то квадратов-то человек. Да. Вот понимаете, есть такой закон в Нью-Йорке. Поэтому здесь студии, они большие. Да, все студии здесь большие, но при этом люди должны ютиться в комнатах и делить общую кухню на всех. Или туалет делить, как это, в принципе, мы так живем, по такому принципу. Но я считаю, это тоже незаконно. И с этим тоже должен Нью-Йорк бороться. И лучше бы он дал нам маленькие студии, уменьшил бы там какие-то квадраты, но дал нам каждому по квартире, нежели, извините, вот так вот жить в комнатах. В чем смысл закона? Он закон изначально как бы должен был защищать людей в том плане, чтобы они не жили в кладовке. Так мы живем в кладовке. Да, как бы оно должно было защищать. А как бы то... А по факту получилось хуже. Ты теперь не возьмешь никакое жилье за умеренные цены. Потому что тебе не надо, допустим, большую однобедренную скушку и подобное. Ты хочешь, чтобы маленькую квартирку, студию, где же 15 квадратных метров, и все. Одна такая маленькая студия здесь у нас на районе, может вам обойтись в месяц где-то 2,5, если даже не 3 тысячи. А уж если одна спальня, то это уже там 2,800, 3,200, а две спальни это уже 3,5 тысячи долларов в месяц. У него даже аквариум и кошка была в квартире, а ты не можешь себе это позволить. У нас большая квартира. Но нам запрещено заводить домашних животных. И плюс мы живем в маленьких комнатушках и живем с незнакомыми для нас людьми, скажем так. Которые, извините, ты не знаешь, что ожидать от этих незнакомых людей. Извините, у нас целая очередь даже выходит на то, чтобы на кухне что-то приготовить. Да, Аля? Ну да. Или очередь в душ. Ужас. Вот такие вот условия жизни в Нью-Йорке. Субтитры подогнал «Симон»